Как дизайнеру объяснять задачу и стоимость проекта? Ну, давайте разберемся сначала с методами оценки проекта. Существует три основных, которые я знаю, может, еще какие-то есть. Первая – это оценка по трудозатратам, когда ты берешь и считаешь количество часов, которые ты потрачишь на проект, умножаешь на стоимость, то часть которой тебе комфортно, и потом выкатываешь ценник, и также можно и аргументировать. Вот задачи, вот часы и вот стоимость, вот суммарная стоимость проекта, отлично. Второй способ – это основанный на ценности. То есть это когда ты понимаешь, зачем заказчику нужно твое решение и сколько он готов за это заплатить. То есть эта оценка, она может быть выше, чем оценка по трудозатратам, но при этом и тебе, и заказчику будет комфортно. И третий способ – это оценка, которая основывается на рынке. Но так как в рынке несколько разных сегментов, тебе нужно смотреть, какой сегмент тебе больше всего подходит, потому что можно, например, если лендинг обсуждается, ты понимаешь, что есть люди, которые делают за 5 тысяч, есть за 15, есть за 50, есть за 150, есть за 500, короче, и так далее. И ты просто смотришь, что это за люди такие, и если ты чувствуешь, что ты на них как-то похож на этот сегмент, значит, это примерно твой ценник, который нужно называть. Ну, это такой рыночный способ оценки. Ну, я бы не сказал, что прямо с потолка способ. Ну, подходит, короче. Ну, ключевой фактор. Ключевой фактор вообще, идти с заказчиком или нет, это когда заказчику должно быть комфортно при работе с тобой, и тебе должно быть комфортно при работе с заказчиком. Короче, когда всем комфортно. Потому что если кто-то один зажимается, тогда у хорошего ничего не получается. Начинаются какие-то проблемы, там, зафатчить сроки можно, или, не знаю, что-то пойдет не так, там, или, там, ну, вот. Есть такая проблема, чисто психологическая, мне кажется, у дизайнеров, которые занижают комфортную для себя стоимость работы. То есть они, например, хотели бы сделать сайт за, там, лендинг за 50 тысяч, да, а они соглашаются делать, там, за 15. И все, и начинают, там, болеть, короче, у них кошка, там, начинают болеть, родственники, там, еще какая-то херня происходит. И, в общем, фатчится срок. Ладно, я ушел в сторону. Короче, самое важное, это чтобы для тебя было комфортно и для заказчика было комфортно. Если вам что-то некомфортно, это нормально. Просто это нужно обсудить, и все. Если вы не будете, не начнете работать по этому проекту, это нормально. В каких случаях возникает дискомфорт? Ну, вы это, во-первых, сами можете отследить, просто, как бы, общаясь с заказчиком и спрашивая себя, а у меня, как бы, комфортно такие условия или нет? Или за какую сумму я готов делать этот проект? Например, вы называете заказчику цифру 300, да? Ну, это основываясь на ценности, и примерно, что вы, как бы, поняли, зачем это ему, и поняли, что, например, у него доход, там, 500 тысяч в месяц, и он, там, не против заплатить 300 тысяч, и для вас эта сумма была бы комфортна. А он говорит, типа, для меня 300 некомфортно, мне комфортно максимум за эту работу отдать 150. Вот. И если ты понимаешь, что заказчик, он, как бы, в категорию 300 не выйдет, потому что он ценности понимает, или потому что он не понимает, зачем, или потому что он, короче, просто 300 никому не платил, вот. Тогда тебе будет сложно его перетянуть, если ты его перетащишь какими-то аргументами, там, на какую-нибудь среднюю сумму, на которой вы сторгуетесь, типа, там, 200 тысяч, да, или 225, там, сколько, среднее между 300 и 150, да, 225, вот. А ты опустишься до 225, и будет некомфортно и тебе, короче, ну, некомфортно и тебе, и некомфортно заказчику. И из этого хорошего ничего не получится. Это чисто психологический фактор, да, то есть, я вообще про это не знал, когда начинал работать, и первый лендинг я сделал за 3000 рублей, а потом я начал тупо поднимать ценник, там, по 2, там, 3000 рублей, там, и так далее. Вот. И... И понимал каждый раз, что есть заказчики на эту сумму. Потому что вот в начале, в самом начале возникают тараканы. Типа, блин, а кто будет платить 50 тысяч, короче, за посадочную страницу? То есть, такого вообще невозможно. Пока ты не встретил каких-нибудь чуваков на конференции в Москве, ну, которые говорят, что... Типа, а, я спрашиваю у них, какой у вас средний чек по проекту? Ну, миллиона два. Я такой... Эээ... Типа, я вообще нищепрод, 50 тысяч, там, за проект, да. Ну, это я говорю про время, когда у меня была студия, там, 2012 год. Вот, у нас как раз был ценник примерно от 50 до 150. Из-за этим ценником я понимал, что мы лютые нищеброды. И не можем назвать ценник, там, полтора-два миллиона. Вот. И дать ценности на столько. Вот. Вывод. Работайте так, чтобы вам было комфортно. И заказчику было комфортно. Это называется вин-вин. Если вам не комфортно, нехер работать, не надо. Ничего страшного, если вы откажете. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА